Космобиологи Купил бы ты, Стасик, корабль, — сказал Вениамин Игнатьевич, болтая ложечкой в чашке с чаем, черным, крепким, душистым. Станислав Федотович подавился лимонной долькой. Кидать ее в кипяток он почитал кощунством, все витамины гибнут и вкус чая напрочь забивается. Отбрызнувший в горло кислятины, аж слезы на глазах выступили. — Венька, а ты знаешь, сколько он стоит? — Смотря какой, — рассудительно заметил Вениамин. — На круизную яхту, понятное дело, не хватит, а вот на транспортник, списанный, года эдак тридцатого-сорокового, запросто. У тебя ведь остались друзья на военных базах? — Зачем мне эта гора ржавчины? Сделаешь рейс другой, отполируешь, потом движок заменишь, добавочные сопла поставишь. Лет через десять, глядишь, и до яхты дело дойдет. А главное — Вениамин неодобрительно окинул взглядом холостяцкую квартиру с обширными месторождениями грязных тарелок и кружек. — Занятие у тебя появится получше, чем целый день перед компьютером сидеть, на голубей по паркам прикармливать. Тебе ж всего сорок семь. Мужчина в самом расцвете сил. — И пенсии, — съязвил друг детства. — Ну, голубчик, ты ж сам вечно шутил, что специально такую профессию выбрал, чтобы уже в сорок на покой уйти, — рассмеялся Вениамин. Он был ровесником Стасика, но докторов отпускали на пенсию только в пятьдесят пять. Впрочем, этот и в шестьдесят вряд ли уйдет. Фанатично влюбленный в свою работу терапевт-диагност, на которого молилась вся третья больница. Консультироваться к самому Бабкову прилетали даже с других планет. — Так ведь не зря правительство нам такой срок установило, — вздохнул отставной космодесантник. — Сорок семь, а чувствую себя на все семьдесят. Глянь, голова уже наполовину седая. А наполовину еще русая. По поводу собственной седины Вениамин вообще не заморачивался. На белобрысой голове ее почти не было видно. Не смущал его и небольшой животик, который доктор имел обыкновение выпячивать вперед, как щит, когда с кем-то спорил. — И выглядишь ты на сорок, особенно если побреешься и китель наденешь. Сердце у тебя вообще как у двадцатилетнего. Сам позавчера слушал. — Кончай киснуть, покупай корабль. Тебе, как заслуженному орденоносцу, еще и льготный кредит в банке дадут. И вперед? Куда глаза глядят? Станислав усмехнулся, вспомнив детскую мечту. Открыть новую звезду и назвать ее своим именем. Стас-2. Звучит? Вот только с возрастом. С избавлением от иллюзий мечты меняются. Сейчас из новых земель разве что дачный участок светит. — Почему куда глаза? — По маршруту. Открой вон любой инфосайт. Требуются перевозчики. Найму корабль с командой. Хорошие деньги, говорят, платят. — Да я и так не жалуюсь, — покривил душой Станислав. Десанту платили повышенную пенсию почти в два раза больше, чем у того же Вениамина, но все равно хватало ее в обрез. — А будешь хвастаться? — жизнерадостно заверил его доктор. — Как пройдешь по улице в капитанской форме, с фуражкой да с кубинской сигарой в зубах, — все красотки твои будут. — Фантазер ты, Веня, — рассмеялся Станислав. — Нашел дон Жуана. — А чего? Раньше у тебя хорошо получалось. Сколько девушек ты у меня отбил? Ты б еще вспомнил, как мы в третьем классе за игровую приставку дрались. — Вот, — подхватил друг, — ты же с детства мечтал водить космические корабли. А теперь надо всего-то. — Не дури голову, Венька, — решительно перебил Станислав, подливая себе чая. — Не нужен мне никакой корабль. Я уже на три жизни вперед налетался. Роджер Сакаи смотрел на звезды, а они смотрели на него. И даже подмигивали, что для открытого космоса было крайне нетипично. Нервно подергав веком в унисон, капитан пиратского корвета Сигуре нахмурился и потянулся к клавиши интеркома. Настоящий, не вирту. Серьезные ребята предпочитают вещи, которые не исчезнут после взрыва электромагнитной бомбы за обшивкой. — Венни. Ответа не было, хотя ком работал. Клипса исправно транслировала в капитанское ухо звук из другого конца линии. Он наибольше всего напоминали яростное пыхтение, перемежаемое глухими ударами. — Венни. Роджер ужесточил тон. — Что ты там делаешь? Пыхтение прекратилось. — Да, Кэп, я внимательно тебя. — Что ты вытворяешь в... Камер внутреннего наблюдения у корвета не было, только термодатчики и по голографической схеме корабля двигались три радужных пятна, самое крупное из которых теоретически было пилотом. — Правом коридоре. Венни смущенно кашлянул. — Пытаюсь отключить робота-стюарда. Своей выдержкой капитан не сказать, чтобы гордился, но был ее уровнем вполне доволен. Вот и сейчас он всего лишь поперхнулся суррогатным кофе, а не разбрызгал его по всей рубке. — Стюарда? Я и не знал, что мы теперь круизный лайнер высшего класса. — Да это все Фрэнк, — принялся сбивчиво оправдываться пилот. — Помнишь разбит корабль, который мы обшарили на прошлой неделе? — Помню, — нехотя признал Роджер. — Команде Сигуре катастрофически не везло не то, что последнюю неделю, последний месяц, а то и год. Если совсем честно, им вообще никогда не везло, иначе они не унизились бы до подбирания объедков за более удачливыми космическими хищниками. — И что? — Ну так Стюарт был в спертом оттуда хламе, а нашему кретину-итальяшке стало видеть или скучно, и он перепрограммировал железку в спарринг-партнера по кунг-фу. Роджер нервно сглотнул, представив приземистого столового робота с ручками-вилками в позе затаившийся дракон или взлетающий журавль. — А чего сразу я? — вмешался в разговор новый голос, высокий и быстрый, с заметным итальянским акцентом. — Этот Стронсо сам к нему полез, не дал мне закончить. — Еще пять минут и... — Еще пять секунд, и он бы снес твою паршивую тупую башку. — Хватит! — рявкнул Роджер. Во вселенной водилось не так уж много существ, способных вывести Винни из душевного равновесия, и, к сожалению, навигатор Сигуре входил в их число. Тощий, задиристый, одновременно отчаянно трусливый хакер умудрялся достать любого, вопрос был только в сроке. — Фрэнк, уйди с канала. — Винни, еще раз объясни, что там у вас происходит. — Я пытаюсь скрутить этого проклятого робота и выключить его. Судя по возобновившемуся пыхтению, из роба-стюарда вышел знатный сенсей. — Ты не можешь с ним справиться? — изумился капитан. Бывший сержант спецчастей Винсент Черноу, невысокий, но широкоплечий крепыш в самом расцвете сил, при некотором старании мог завалить даже медведя. Судя по многожды переломанному носу пилота, поначалу медведи еще отбивались, но потом стали просто разбегаться. — Я не могу с ним справиться аккуратно! — прорычал Винни. — Нам же эту штуку еще по среднику тащить. — Ага, сейчас! Поэтому о крику Роджер понял, что Фрэнк, уйдя с общего канала, остался на личном свиньи. — Я лучше тебе, болвану, руку сломаю, потому что ее в лазарете залечить на раз-два, а проволоку из никелида титана на внешних мирах хрен достанешь. — Винсент! — Да, Кэп! — насторожился пилот, как нашкодивший кот. Отойди в другой конец коридора. Четко, словно диктуя, начал Роджер. Достань из аварийной ниши в стене паука. Приклеим робота. А коридор потом кто будет отмывать? Фрэнк, как зачинщик безобразия. Роджер снова посмотрел на мерцающие звезды. Потом зайди в рубку и проверь третий обзор на экран. — Зачем? Я и так знаю, что он со вчерашнего дня мигает, — беспечно сообщил Винни. — Так, — протянул капитан, — тогда где запись в ремонтном листе? — Да я просто сказал, мисс Отвертке, что... Конец фразы утонул в серии коротких пронзительных гудков. Световые панели плеснули красными вспышками и медленно вернулись в обычный режим солнечного дня. — Кэп, если это снова одна из твоих учебных тревог, — угрожающе начал пилот. — Нет. Роджер потянулся, смахнув локтем развешанные вдоль подлокотника вертокна. Перешел на общий канал и негромко скомандовал. — Готовность. Предбоевая. Команде занять места. — Ой, Кэп. — виновато пискнула Клипса. — Носи раз тонким женским голоском. — Это что, по-настоящему? А я только начала разбирать наш второй конвертер. Роджер глубоко вздохнул и посмотрел в правый верхний угол рубки, где на жердочке сидел, нахохлившись и свесив пушистый цепкий хвост, пятый член экипажа. — Петрович, исполняющий обязанности божественного петуха Аматерасу. Правда, Сакай сильно сомневался, что белый древесный ежик с планеты Ниагара сможет донести его слова до духов предков, да и вообще капитан не был убежденным синтоистом. Просто иногда у него возникало желание сообщить высшим силам что-нибудь интересное. Субтитры создавал DimaTorzok